ну и доброе утро новый день наступил знаете друзья я с утра пораньше пока еще не жарко занимаюсь вот чем высапываю мелких бурьян и конечно это все прорываю потому что через часок уже будет жарко и здесь уже не сильно поработаешь ну а пока а пока с утра прохладно работаем на грядке вот так яблонька белый налив такие наливные яблочки и они осыпаются а я собираю и потом сделаю яблочный пирог или шарлотку вот такие красивые яблочки соберем и что-то приготовим помидорчики у меня тут тоже требуют ухода посмотрите какие у меня уже тут какие у меня уже тут красавчики в общем все требует внимания знаете у меня саша всегда любил просыпаться рано утром а я люблю подольше поспать поздно ложусь подольше посплю так вот я просыпалась а саша уже все эти травинки повырывает ну и еще из-за чего я с ним ругалась он не очень разбирается в этих всех растениях и иногда когда они только мелкие он даже умудрялся вырывать те растения которые я сажала отругалась с ним теперь конечно об этом жалею ну что делать времена меняются пришло такое время когда приходится все делать самой так что цените тех кто рядом и кто вам помогает цените берегите вот так у нас минуты молчания поминают погибших по утрам каждый день и и гимн вот уже слышно а кто это у нас там спит в общем кошечка тут прекрасно отдыхает ну и я конечно тоже солнце уже пробивается ну а я сейчас сделаю кофеечек и тоже посижу отдохну после утренней работы потому что солнце поднимается выше и наступает жара а кошечка у нас все спит ну и чижик под столом возле меня такой красавчик также как же чтобы он не возле меня вот он тут как всегда рядом в общем сделаем паузу попьем кофе и поговорим знаете я благодарна тому что у меня есть вы магии ютубовские друзья которые меня поддерживают из которыми я вот так вот могу сейчас сесть и поговорить особенно после того как я осталась одна без моего саши и только теперь начинаешь понимать и ценить какой человек был рядом потому что я вам скажу мне повезло 11 лет мы были вместе и и конечно это время было лучше для меня когда знаете когда дети уже выросли а мы еще не были старыми и это было прекрасное золотое время когда мы вместе могли ездить отдыхать когда у нас не было особых забот мы были заняты друг другом и и и сейчас знаете вспоминаешь и на душе становится приятно когда когда у тебя в жизни было такое время когда все прекрасно было и в стране и в мире ну так нам казалось что все вокруг было хорошо и нам хорошо пока не наступило это время войны а знаете беда как говорится не приходит одна и сейчас я потеряла сашу и особенно поняла как это как это нелегко быть одной да конечно спасибо моя внучка у меня бывает потому что дети как всегда заняты у них есть работа и у них нет столько времени чтобы крутиться возле меня и конечно же все мои родные и близкие звонят интересуются вот сестра моя тоже звонит но у нее дочь с зятем у нее внучка маленькая конечно же она занята своими делами и периодически звонит но но и на этом все и и я как бы знаете с одной стороны вроде бы не ощущаю себя в одиночестве а с другой стороны нету вот того самого близкого человека который на сегодняшний день у меня был именно был потому что на сегодняшний день уже этого нет вот конечно немножко грустно но я как вы знаете стараюсь не унывать уныние большой грех поэтому отгоняю от себя плохие мысли выпила кофеёчек взбодрилась и дальше занимаюсь своими повседневными делами а в частном доме знаете находятся дела вот с утра пока не жарко поковырялась немножко на своих грядках потом отдыхаю потом стирка уборка в общем нахожу в доме чем заняться ну и что-нибудь что-нибудь приготовить конечно конечно готовить не для кого а для себя не охота знаете мне казалось вообще ничего не буду готовить перекушу что есть ну и проходят дни и конечно же конечно же приходится что-то готовить особенно первое вот сегодня я тоже собираюсь приготовить супчик потому что несколько дней не было первого блюда а нам это необходимо особенно в моем возрасте поэтому приготовлю я сегодня какой-нибудь легкий супчик хочешь не хочешь а надо вот так друзья вот так проходят мои будни решила сварить супчик это у меня зажарочка такая желтенькая будут будет суп с фрикадельками вообще думала вообще ничего для себя готовить не буду но супчика хочется вот накатала фрикадель вот таких и сейчас уже вода закипает буду готовить в общем картошечка с морковью варится и теперь пошли фрикадель ну и еще я приготовила конечно такие макарошки спагетти сюда добавлю прошло совсем немного времени и мой легкий супчик готов осталось только добавить зеленушечку вот такая вот красота как бы там ни было готовить пищу необходимо жизнь продолжается вот так вот и солнышко садится вот и день прошел вот так вот проходят наши будни день за днем день за днем так и жизнь проходит вот и вечер наступил солнце село и уже не жарко а кукушка неустанно кукует неожиданно это неожиданно неожиданно неожиданно